Цегламенская библиотека номер 16 представляет Её Величество Женщина Управление государством в основном реализовывает мужчина-правитель. Однако в истории существует множество случаев, когда страной управляла женщина. В некоторых государствах закон о престолонаследии допускает наследование женщин. В некоторых странах престолонаследниками могли быть только мужчины. В российской истории женщины-правительницы достаточно редкое явление. Вплоть до того, как Россия стала империей, всего три женщины управляли государством. Но и они были регентами при малолетних государях. Это княгиня Ольга, великая княгиня Елена Глинская и царевна Софья Романова, старшая сестра первого российского императора Петра I. После Петра начался так именуемый период Бабьего царства. Страной управляли женщины в течение 71 года с незначительными перерывами. Поочередно Россией правили Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета, Екатерина II Великая. Каждый из данных представительниц слабого пола так или иначе оставили свой след в истории. Некоторые весьма значительные. Княгиня Ольга Княгиня Ольга – первая из женщин-правительниц на Руси, принявшая власть в качестве регента при своем сыне Святославе, после смерти мужа от рук восставших древлян. Притворно согласившись на свадьбу, предложенную древлянами, согласно славянскому обычаю права победителя на имущество и титул убитого, Княгиня приказала на следующий день закопать древлянских послов живьем. Следующую делегацию древлянских послов Ольга сожгла в бане, а затем сама направилась к месту убийства мужа для справления обычая провода умершего воин Натризны. Приглашенные Натризну древляне были напоены допьяно и перебиты. Последней местью стало сожжение древлянской столицы Искоростеня, после чего оставшиеся в живых древляне были покорены и обязаны вновь выплачивать дань киевским князьям. После жестокой мести древлянам Ольга решила предотвратить злоупотребление во время сбора налога с подчиненных племен и провела ряд мероприятий, которые можно считать налоговой реформой. Установила размеры податей в пользу Киева, сроки и периодичность их уплаты, а также систему центров торговли и обмена, в которых более упорядоченно происходил сбор дани. В 957 году Ольга совершила поездку в столицу Византии. Во время пребывания в Царьграде Константинополе княгиня прошла обряд крещения при содействии императора Константина VII Багряна Родного. Попытки Ольги приобщить к новой религии сына не имели успеха. Однако сама княгиня активно занималась продвижением христианства в своем государстве, обращала в новую веру славян и сносила языческие капища, возводя на их местах кресты. Первый военный поход Святослава, повесть временных лет, упоминает в 964 году. Юному князю было неинтересно сидеть в Киеве, поэтому внутренними делами государства продолжала заниматься Ольга. В 968 году княгиня вместе с внуками находились в Киеве во время осады города печенегами и впоследствии, после того, как Святослав прибыл с войском и разбил печенегов, она укоряла сына в оставлении столицы без должной защиты. 11 июля 969 года Ольга умерла и была похоронена по христианскому обряду, согласно собственному пожеланию. Елена Глинская. Точных данных о времени рождения Елены Глинской нет. Предположительно, это 1508 год. Отец Елены, Василий Глинский, по легенде, вел свой род от Мамая, будучи потомком одного из его сыновей, который бежал в Литовское княжество. И владел в Приднепровье, городом Глинском и соседними с ними Полтавой и Глиницей. В 1526 году Глинская вышла замуж за Василия Третьего Ивановича. Новая жена пришлась по нраву князю. Несмотря на значительную разницу в возрасте, князь влюбился. Он сбрил бороду, переоделся в европейское платье и даже переобулся в красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носками. В биографии Елены Глинской говорится, что современники оставили о ней следующие данные. Изумительно красива, умна, весела нравом и прекрасно по тем временам образована. Она знала немецкие и польские языки, владела латынью. Елена Глинская родила великому князю двух сыновей, Ивана и Юрия, который был глухонемым и умом прост. В 1533 году Василий Третий, умирая, благословил сына Ивана, вручив ему скипетр Великой Руси. А Елене приказал под сыном своим государство держать и до возмужания сына своего. Регенство воли умирающего князя было возложено на опекунов, которых Елена Васильевна отстранила от власти и стала правительницей Великого княжества Московского. После княгини Ольги она была первой женщиной, ставшей во главе Русского государства. Будучи регеншей при малолетнем наследнике Иване IV, княгиня Елена Глинская успешно начала вести политику активной борьбы с боярами и князьями, выступавшими против центральной власти. Главную помощь в управлении государством ей оказывали князь Иван Федорович Овчина, Телепнев, Аболенский и митрополит Данила. В годы регенства Елена Глинская успешно противостояла политике сепаратизма удельных князей и бояр. Заметно были урезаны монастырские землевладения. Именно при ней начались изменения в организации местного самоуправления, губная реформа. По ее распоряжению изымались дела изведения наместников и передавались губным старостам и излюбленным головам, которые подчинялись боярской думе. По докладам с мест Глинская имела информацию, что наместники были свирепи, аки, львы. Именно эти действия Глинской во многом подготовили реформы, которые начал проводить ее сын, Иван Грозный. В правлении Глинской была проведена денежная реформа, упорядочившая монетное обращение в России. Строились новые города. При Елене Васильевне появилась кирпичная стена в московском посаде, Китай-город. Оказалась успешной и внешняя политика, проводимая под руководством Елены Глинской. В 1534 году литовский король Сигизмунд начал новую войну. Но его попытка овладеть Смоленском закончилась крахом. А в результате перемирия в 1536-37 годах к Москве присоединились Черниговские и Стародубские земли. В дальнейшем был заключен договор со Швецией о свободной торговле и ее нейтралитете. Всего пять лет регенства были отпущены Елене Глинской для проведения существенных реформ. И если в начале своего правления она была встречена народом настороженно, то к его концу люди в ней души не чаяли. В 1538 году Елена скоропостижно скончалась, оставив малолетнего сына Ивана наедине с боярами. Был слух, что к смерти приложил руку Шуйский. Исследование ее останков подтверждает, что причиной смерти стал яд. Но этот факт не признается историками как бесспорный. Иван IV, обвинявший бояр в любых грехах, не считал их виновниками смерти матери. Елена Васильевна Глинская была похоронена в Кремле в Вознесенском женском монастыре. Царевна Софья Романова Царевна Софья Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, родилась 27 сентября 1657 года в Москве. Она получила домашнее образование. Ее учителем был проповедник, писатель и поэт Симеон Полоцкий. Софья хорошо знала латынь, польский язык, писала пьесы для придворного театра, разбиралась в богословских вопросах, увлекалась историей. Жизнь Софьи Алексеевны совпала с жестокой междоусобицей, которая разгорелась между родственниками ее умершей матери, Милославскими, и мачехи, Нарышкиными. В эти годы, после смерти Алексея Михайловича, наследником престола стал младший родной брат Софьи Федор из Милославских. В 1682 году, со смертью Федора, царевна Софья начинает принимать участие в политике России, так как не была довольна тем, что на царский престол избрали малолетнего Петра, сына царя Алексея Михайловича и его второй жены, Натальи Нарышкиной. После стрелецкого бунта в мае 1682 года враждующие группировки достигли компромисса, и на престоле оказались два царя, два сводных брата, Иван V, сын Алексея Михайловича от первого брака, и Петр I. Софья Алексеевна возглавила правительство при обоих несовершеннолетних царях. Софья добилась того, что ее имя вошло в официальный царский титул «Великие государи и Великая государыня царевна и Великая княжна Софья Алексеевна». Через несколько лет ее изображение чеканилось на монетах, а с 1686 года она уже именовала себя с самодержицей и в следующем году оформила этот титул специальным указом. Политика правления царевны Софьи во многом способствовала обновлению общественной жизни. Заметно стала развиваться промышленность и торговля. В стране начали изготавливать бархат и атлас. Открылась славяно-греко-латинская академия. Налаживаются международные связи. Софья начала реорганизовывать армию по европейскому образцу. В эти годы был заключен Вечный мир с Польшей, в результате которого за Россией закрепились Левобережье Украина, Киев и Смоленск. Был заключен Нерчинский договор 1689 год с Китаем. Началась война с Турцией и Крымским ханством. В 1689 году отношения между Софьей и Боярско-дворянской группировкой, поддерживающей Петра I, обострились до крайности. В результате партия Петра I одержала окончательную победу, а царская биография Софьи закончилась. Все сторонники царевны лишились реальной власти. Ее имя было исключено из царского титула. Сама Софья Алексеевна отправляется без пострижения в Новодевичий монастырь в Москве, где переписывает церковные книги и много пишет. Во время стрелецкого восстания 1698 года Софья повторила попытку пройти во власть. В своих письмах стрельцам она просила поддержать ее и выступить против царя. Восстание было жесточайшим образом подавлено. Софья Алексеевна была пострижена в монахини под именем Сусанны и прожила еще 7 лет. В Российской империи было всего лишь 4 императрицы. Екатерина I. Первой императрицей стала Екатерина I. Она приняла престол после смерти своего мужа Петра I. Правила с 1725 года по 1727 год. За период своего правления открыла Российскую академию наук. Запустила металлургические заводы. Стартовала экспедиция Беринга на Камчатку. В 1726 году Екатерина I. создала Верховный тайный совет. Но она правила недолго и 6 мая 1727 года умерла. Анна Иоанновна Следующей императрицей стала Анна Иоанновна. На престол ее назначил тайный совет. Правила она с 1730 года по 1740 год. За это время Анна Иоанновна перевезла царский двор из Москвы в Петербург. Началась русско-турецкая война 1735 год. Подписала Белградский мир с Турцией. Так же, как и Екатерина I. Анна Иоанновна скачалась из-за болезни. Елизавета Петровна Дочь Петра I. Елизавета занимала российский престол с 1741 по 1761 год. Ее царствование стало самым долгим в эпоху дворцовых переворотов. Она оказалась на троне благодаря дворцовому перевороту в ноябре 1741 года, когда были свергнуты регенша Анна Леопольдовна и ее сын, коронованный младенец Иоанн VI. Правление Елизаветы, несмотря на расточительство и усиление крепостного права, получилось успешным в делах внутренней и внешней политики. Итоги внутренней политики. Елизавета провозгласила, что продолжает курс реформирования страны, начатый ее отцом. В начале правления она восстановила роль сената и заменила ратушу главным магистратом. Были также восстановлены Берг и Мануфактур коллегии. В 1744 году власти в Российской империи была проведена вторая перепись поддатного населения. Большая часть реформ при Елизавете связана с деятельностью графа Петра Шувалова. По его инициативе в России были отменены внутренние таможенные пошлины, что способствовало росту торговых связей между регионами. В правлении Елизаветы были основаны первые банки дворянский, купеческий, медный. При Елизавете в России началась эпоха просвещения, что привело к некоторому росту уровня образования. Открылись первые гимназии в Москве и Казани. В 1755 году усилиями Ломоносова и Шувалова был основан первый университет Московский. В 1756 году был открыт театр в Санкт-Петербурге, а в 1757 году Академия художеств. При Елизавете в России не применялась смертная казнь. Власти расширили права дворянства, закрепив право владеть землей. При этом усилилось крепостное право. Например, помещик получил право ссылать крестьян в Сибирь, что имело и положительный результат. Увеличилась численность жителей за Уралом. Итоги внешней политики. Вступление на престол Елизаветы совпало с русско-шведской войной, начавшейся летом 1741 года. В этом конфликте отличился полководец Петр Ласси, разгромивший шведскую армию под командованием Левенгаупта в Финляндии. Война завершилась обоски мирным договором и вхождением в состав России Юго-Западной Финляндии. Крупнейшим внешнеполитическим событием в правлении Елизаветы Петровны стала Семилетняя война, которая началась из-за дипломатической революции в Европе. Ее следствием стало переворачивание альянсов. Россия неожиданно оказалась в союзе с Францией, Швецией и Австрией против Пруссии. Екатерина II, Великая Екатерина II Алексеевна, великая российская императрица и самодержица, жена Петра III и дочь князя Ангольцербского. Родилась 21 апреля 1729 года в Пруссии и при рождении была названа Софьей Августой Фредерикой. Отец будущей императрицы происходил из Ангольского дома Пруссии. С детства она обучалась иностранным языкам, танцам, географии, богословию и прочим предметам. Софья Августа получила превосходное домашнее образование. Умная и честолюбивая девушка в 1745 году была выдана замуж за великого князя Петра Федоровича, последствия Петра III, который оставался к ней равнодушным. Выбор в пользу Екатерины сделала бабушка будущего правителя Елизавета Петровна. Окруженная при дворении доброжелателями и регламентированной жизнью, она много читала, изучала историю, интересовалась юриспруденцией, она любила охоту, верховую езду и веселые балы. В 1754 году у них с Петром III родился первенец, которого нарекли Павлом I. В 1757 году у Читы родилась дочь Анна, которая умерла в младенчестве. Нелюбовь мужа и болезнь Елизаветы ставили под угрозу жизни Екатерины в России. Ее в любой момент могли выслать из страны или заточить в монастырь. Воспользовавшись поддержкой гвардейского полка, в 1762 году она свергла своего мужа и стала самодержавной управительницей государства. Фактически, она совершила бескровный дворцовый переворот. Беспринципная и гордая она умела подбирать на службу нужных людей и располагать к себе. В своей политике она старалась подражать Петру I, активно осуществляя реформации. Более 40 лет она оставалась императрицей Всероссийской, приводя в жизнь те замыслы, которые не успел исполнить Петр Великий. При ней Россия стала могущественной державой. Екатерина расширила границы страны, подняла мощь армии и флота, увеличила численность населения. Содействовала культурному развитию. Были, конечно, и минусы ее правления. Она ограничивала свободу и права крестьянского сословия, жестоко подавляла инакомыслие, поощряла в основном дворянство. Благодаря этой императрице в России были основаны многие библиотеки, музеи и академии. В ноябре 1796 года она перенесла инсульт после которого уже не оправилась. Екатерина Алексеевна была похоронена в Петропавловском соборе.